Здравствуйте, дамы и господа! С вами компания SkyWorld Community, и мы приглашаем вас в будущее! Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Как же приятно видеть такие технологии в деле, тем более, что мы создали их сами. Этот новый транспорт, транспорт будущего создан народом с помощью народной технологии развития проекта, с помощью элементов системы краудинвестинга. Когда множество людей, а нас более 500 тысяч человек объединились вместе, невзирая на разные языки, разные континенты, то, что мы живем в десятках тысяч километров друг от друга. Но у нас есть общая цель. Мы хотим чистого, эффективного и безопасного будущего как для нас, так и для наших детей и будущих потомков. И сейчас это действительно получается. Ведь этот проект уже вышел на 14 этап. Точнее, мы уже заканчиваем 14 этап из 15, для того, чтобы эта технология начала полномасштабное распространение по всему миру. Ведь это лучший вид транспорта. Но, конечно же, за час я не успею вам рассказать все. Поэтому, пожалуйста, развивайтесь, интересуясь. И зайдите на YouTube после нашей встречи и напишите интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. И вы узнаете много нового о том, что это за технология. Частью, какого комплекса она является, эко-мир, и как успехи у данной технологии, при том, что она еще не завершена, не до конца просертифицирована, но уже та часть, что просертифицирована, очень, очень желает быть чьей-то трассой, чьей-то инфраструктурой в разных странах. Потому что первые четыре адресных проекта, а сейчас, скорее всего, уже и больше, начаты. Поэтому пристраивайтесь, устраивайтесь поудобнее и давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. И более пяти лет уже я занимаюсь развитием экологических инновационных технологий. Потому что однажды узнал о том, что люди с сотнями тысяч встречаются вместе через интернет, объединяются и без государств, без корпораций, без банков, а с собственными усилиями, у кого-то есть идея, у кого-то есть временное исполнение, у кого-то есть средства на реализацию. Люди объединяются и создают потрясающие, огромные компании, продукты, услуги, то есть собственные производства и собственные международные компании. Это происходит по всему миру. Я изучил множество таких перед тем, как заняться серьезно хотя бы одной из них. И нашел. Нашел самый эффективный, самый актуальный проект на данный момент. Он же является одним и самым прибыльным проектом, но это именно от его пользы всего мира. И он – это старт, начало, первая часть целой серии экологических инновационных технологий Анатолия Эдуардовича Леницкого. И проекты эти развиваются таким способом, что любой человек может в очень гибкой форме заниматься улучшением мира. Поэтому, если вас заинтересует хотя бы один из этих пунктов, то эта встреча, этот проект и эта технология придутся вам по вкусу и придутся с пользой. Потому что каждый из этих пунктов можно улучшить в своей жизни с помощью компаний SkyWorld Community и инновационных экологических технологий Анатолия Эдуардовича Леницкого. Ведь вместе мы действительно сила. Ведь нас 8 миллиардов человек. Самое мощное влияние мы несем на нашу планету. Но не только положительное, как оказалось, но и отрицательное, деструктивное, не только созидательное. Но это подвластно нам. Как минимум сейчас люди все больше и больше просыпаются и понимают, что от них зависит то, что происходит здесь в настоящем и какое будет будущее. И сейчас мы все вместе, кто уже осознал, что он настолько силен, что может ухаживать за своим домом, за планетой Земля, делать его лучше. Не только себе или своей семье, своей династии, но еще и своему городу, своей стране, своему континенту и своему дому. А дом наш – это планета Земля. И ведь подумайте, мы же не одни здесь. И технология наша разработана не только для людей, но и для того, чтобы остальное никак не увидало нашей техногенной сферы. Ведь человечество и человек – это всего лишь один из 12 миллионов видов живых организмов. Представляете? Это наше наследие. От нас зависит, что мы передадим будущим поколениям. И как оказалось, транспорт является одной из ключевых моментов для развития человечества и для хорошей, эффективной жизни. Станет интересно, как. А вот так. Все мы используем наши технологии. И все мы используем транспорт. И если посмотреть на технологические уклады, наша скорость росла во всем. И в производстве, и в передвижении, и даже в информации. И, например, пятый технологический уклад, ознаменованный в виртуальной реальностью интернетом и гаджетами, это тот уклад, который мы знаем сейчас. Мы пересылаем деньги за секунды. Звоним на другой континент по телефону. Либо можем даже видеосвязь настроить с абсолютно противоположной точкой нашего земного шара. И уже общаться, можно сказать, без всякой задержки. Настолько потрясающие технологии. И технологический уклад пятый дал нам возможность объединиться. Делиться мыслями, делиться новостями. Все мгновенно. Мы пересылаем гигабайты информации за секунды. Все делаем быстро. Кроме физического передвижения. Современный транспорт, он не отвечает потребностям человека 21 века. Сейчас скорости должны быть гораздо на порядок другие. И тем более, при том, что у нас 8 миллиардов, транспорт не должен быть на первом уровне. Он занимает слишком много времени. Да и безопаснее он должен быть, и экономичнее, и легче интегрировать его необходимо в разные уголки. И температуру разную он должен выдерживать. Очень много направлений, связанных с транспортом, которые каждая будут ускорять и улучшать жизнь всего человечества. Ведь это общая часть, общая технология. Планетарный транспорт для всех. И влияние будет тоже на всех. Но если мы вернемся к пятому технологическому укладу, то это вот компании перед вами, которые сделали мир таким, каким мы знаем его сейчас. И это одни из самых крупных компаний, таких мощных, которые могут, так скажем, сказать с удовольствием, что они внесли огромную часть в развитие нашего человечества. Было много информации, научились с ней разбираться и правильно ее компоновать. Компания Google. И капитализация невероятная. За 16 лет кусочек компании, который стоил 10 долларов, теперь стоит 100 тысяч долларов. Представляете, в 10 тысяч раз больше. Либо компания Apple, компания Anibaba, Microsoft, Walmart, Boeing. Эти компании дали нам очень много. Но ни одна из этих компаний, и даже все вместе взятые, не настолько крупны и востребованы, как физическое передвижение грузов и пассажиров. И даже если здесь капитализация, например, у Alibaba за 18 лет 100 долларов превратилась в миллион 782 тысячи, то представляете, что будет, когда мы запустим транспорт. Не просто концепцию, а уже почти существующий транспорт. Физический транспорт, который ежегодно будет приносить дивиденды и ежегодно будет расширяться и увеличиваться. Потому что за 21 век можно построить более 20 миллионов километров струнных дорог. Потому что они необходимы каждому региону, каждой стране, каждому городу. И самому маленькому, и самому большому. И позволить эту технологию смогут себе не только крупные и богатые страны, но абсолютно все страны. Даже те, которые сейчас не могут позволить себе железную дорогу, либо автодорогу. Потому что минимум затрат, максимум эффект. Анатолий Эдуардович Юницкий делает все таким образом. И здесь не исключение. Только тогда, когда развивались эти компании, никто не пришел к вам и не рассказал. Не было такой возможности и важности, что вот создаются такие компании, и их сейчас на старте, до старта этих компаний можно поддержать и стать совладельцами. Нужно только увидеть, в чем они будут прекрасны. Тогда не было интернета еще. Не было такой возможности, как мы сейчас, сесть с вами в одной комнате, в одном пространстве, но в разных комнатах даже за тысячи километров друг от друга. И узнать о такой возможности, узнать о такой технологии и о таком проекте, в котором есть место каждому, где ожидается каждый человек. Ведь чем быстрее мы просертифицируем данную технологию, которая уже почти закончила свою сертификацию, остался только 15 этап. Мы сейчас на 14. Эта технология действительно поменяет наш мир, то, как мы его видим, как мы в нем взаимодействуем. Ведь мы сможем передвигаться где угодно, куда угодно и практически как угодно. Очень быстро, полностью безопасно, экологически чисто. И особенно на том, который сверху, мы сможем передвигаться 500, а то и 600 километров в час. А когда завершим этот проект и сделаем передвижение в фарвакууме, как отдельный проект, тогда будем передвигаться до скорости полторы тысячи километров в час. И это не просто концепты или идеи, это разработанные и уже оцененные научным сообществом технологии, которые мы сейчас успешно передвигаем, продвигаем в мир. Давайте пройдемся по ним подетальней, ведь это транспортно-инфраструктурная технология. Мы создаем не только сам транспорт, мы создаем целую ветку, серию транспорта, плюс к нему целую серию разных видов дорог, трасс и также инфраструктурные объекты, станции, стрелочные переводы, ремонтные мастерские и прочее, 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 прочее. То есть это целиком новая технология, которая даст нам новые невероятные по отношению к нашим теперешним технологиям возможности и, конечно же, даст движение и развитие следующим инновационным экологическим технологиям Анатолия Эдуардовича, где будут и дома, которые сами себя обеспечивают всем, чем необходимо, такие же города и экопоселения кластерного типа, электроэнергетика нового поколения, гумус, восстановление почвы и вынос вредного производства в ближний космос с дальнейшим развитием там, в ближнем космосе. Это все, целая серия технологий, которые называются Экомир. И сегодня мы заканчиваем первую из них, самую земную, самую понятную. Анатолий Эдуардович Юницкий, он с самого детства изучает природу, с самого детства изучает науку и понимает. Это видно по его работам, по его книгам, потому что он уже сделал. Он понимает, насколько важно быть в содружестве с окружающим нас миром, с нашей природой, с нашей матушкой природы и с нашим домом, планетой Земля. И эта философия прослеживается в каждой технологии, в каждом продукте, в каждом изобретении, которое изобрел этот гениальный человек. Ведь техногенная сфера никуда от нас не денется, она всегда будет с нами. Но мы можем сделать ее невредоносной, неразрушительной. Тогда вокруг нас будут только созидательные технологии. Вокруг нас будет процветание и благополучие. И спасибо нужно сказать ему за его жизнь, которая отдана науке, которая отдана изучению и изобретению. И это действительно важно, потому что Анатолий Эдуардович автор более 200 научных работ, 20 монографий и свыше 150 изобретений. Также уже не одна награда получена, и одна из наград это премия мира в Братиславе в 2018 году в Словакии, где представлена была вся серия. Не только этот первый проект, а вся серия. И научным сообществом все технологии уже приняты, уже оценены. Так что следующее будет уже Нобелевская, я думаю, премия. А мы пока успешно будем завершать наш первый проект. И те возможности, которые мы создали с Unisky Stream Technology, это уникальная инженерная школа, огромное количество высококлассных специалистов, несколько заводов, множество офисов, потрясающее количество, так скажем, уже разработок. И все это сделано людьми. Люди объединились вместе для того, чтобы создать такую большую компанию. А в будущем она будет одной из самых больших в мире. Потому что все, что сейчас есть в транспорт, может, будет заменен на струнный транспорт. Потому что гибкость его просто поражает. Ну и главная задача данного проекта – это сертификация. То есть есть технология, она разработана, она просчитана. И необходимо ее просертифицировать. То есть построить, продемонстрировать, испытать и получить сертификаты. Сертификаты того, что все соответствует своим характеристикам, что все верно, что этот транспорт действительно такой безопасен, настолько безопасен, что он может поддерживать такую скорость, и как это все будет работать на протяжении какого-то времени, то есть в циклике, получается, что более 80%, то есть мы на 14 этапе сейчас, и более 80% технологий уже сертифицировано. Причем в разных климатических зонах. И в умеренном климате, и в Объединенных Арабских Эмиратах. И уже началась стадия строительства коммерческих проектов. Даже при том, что проект не до конца закончен. Это именно потому, что мы уже доказали, как для тропического исполнения могут быть сделаны трассы. И это полностью удовлетворило наших партнеров, тех, кто следили за данной технологией. Потому что еще пока мы точно, для нас точно не объявили, в каких странах, в каких городах эти несколько проектов. Но уже, я думаю, к концу этого года будет объявлено еще очень много полезной информации. И видно, насколько успешно продвигается Анатолий Эдуардович. Видно, насколько неподдельный интерес у делегаций, которых приехало более 50 только за последних полгода. Чтобы посмотреть, что это за технология, как она выглядит, насколько она прекрасна, и понять, насколько она не нужна. Поэтому уже многие поняли, насколько эта технология эффективна, насколько она необходима, и выстраиваются в очередь. В очередь на реализацию этих адресных проектов. Потому что это достаточно длительная и долгая работа, предпроектные работы. Для того, чтобы даже просто оценить стоимость, необходимо сделать огромное количество работ. И такие проекты уже есть. Поэтому в любом случае данный проект завершится. Потому что он уже суперкрепко стоит на ногах, и у него все готово. Вопрос для каждого из вас. Хотите ли вы ускорить это? Хотите ли вы стать частью этого? Поддержать это развитие нашей планеты? Ведь этот транспорт именно для народа, именно для людей. Чтобы в наших городах было чем дышать, было безопасно, не было пробок, не было загазованностей. И мы спокойно жили, как в месте для жизни, а не как бетонные джунгли, где уже зелени иногда даже не видно. Этот транспорт подойдет для любого города. И для маленького населенного пункта в несколько тысяч человек. И для большого населенного пункта в несколько десятков миллионов человек. В разных, конечно, трассах, в разных видах, в разных модулях. Но, тем не менее, подойдет. И что еще хотел бы заметить. Не только новые города могут быть обеспечены подобным транспортом. Но и абсолютно любой уже существующий город может быть улучшен подобной транспортной системой. Ведь его можно строить где угодно. На любой высоте. Он может проходить над реками, озерами, оврагами, над домами, сквозь дома, сквозь высотки, поперек квартала, по диагонали квартала, под углом диагонали квартала. Любые возможности внедрения данной технологии в наши города. Супермаленький транспорт, прогулочный туристический транспорт, общественный транспорт, многопассажирский, юникар, как у нас сейчас в арабских именратах. Ну и, конечно же, передвижение между городами. До 600 километров в час. Идеальная аэродинамика. Лучше 8 раз, чем у Bugatti Vero. Потому что идеальное разрезание воздуха и нет сталкиваний с ним. Также нету турбулентности, потому что сзади не заверяет воздух, а плавненько сходит с нашего транспортного средства. Стальное колесо по стальному рельсу 99% коэффициента полезного действия. Минимум потерь. Нету сплошного полотна и нету экранного эффекта. Это значит, что максимально аэродинамика улучшена. А тем самым нам необходимо совсем чуть-чуть энергии, чтобы заставить его передвигаться с очень-очень большой скоростью. Это потрясающее изобретение. И если вы зайдете на сайт unitsky.engineer, вы увидите там еще множество изобретений и проектов Анатолия Эдуардовича. Потому что это лишь первый. Самый земной и самый понятный. будущие проекты сделают из этой компании, так скажем, из этой компании корпорацию, которая сможет от нуля до полноценного работающего города создать место на тысячи людей, причем по всему миру. И они смогут жить там очень эффективно, очень безопасно, очень экологически чисто и очень счастливо. Потому что там будет все. Но и не надо забывать про бизнес. Потому что эта технология будет развиваться еще и потому, что есть есть необходимость в ней и в грузоперевозках в самом дорогостоящем бизнесе в мире. Но как бы хотелось заметить и в самом коррумпированном. Это то, почему такая ведется антипропаганда против экологических инновационных технологий такого рода. Потому что нефть канет в лету с помощью таких технологий. А остальные транспортные инфраструктуры также уйдут. Сначала мы придем к ним на помощь. Как когда-то телефон мобильный пришел на помощь по им. Но потом все люди начали пользоваться телефонами, потому что это удобнее и более функционально. А здесь это будет также более удобно, более функционально, более экономично. и более эффективно. Грузовой транспорт может быть исполнен в разных видах. То есть любые месторождения, сыпучие грузы, жидкие грузы, штучные грузы, контейнеры разных видов. То есть все грузоперевозки можно будет забрать на себя, на нашу технологию. И с помощью этой технологии возглавить один из самых дорогостоящих бизнесов в мире. сразу связывают. То есть те люди, которые помогают ради блага всего живого и всей планеты развивать эту технологию, плюс к этому еще становятся совладельцами одной из самых перспективных транспортных компаний в мире. А возможно и слово транспортные можно тоже убрать. Просто одной из самых перспективных компаний в мире. Потому что тот полезный и экономический эффект, который произведет каждая наша трасса, каждый наш транспорт это вау. И вы уже скоро это увидите. Но уже даже сейчас изучая, зайдя на YouTube и посмотря видео с сайта Анатолия Юницкого либо YouSky Transport либо Sky World Community вы поймете насколько это огромное движение, как оно развилось за 5-6 лет и что нас ждет в будущем. Но точно понятно, что каждый человек, который уделил хотя бы несколько часов на изучение данного проекта, данной технологии, скорее всего с нами. Потому что трудно отрешиться, забраковать такую пользу. Трудно не согласиться с тем, что это будет удобно, полезно, что это будет настолько безопасно. потому что как только видишь то, как Юницкий описывает систему, показывает свои чертежи в своих книгах, показывает расчеты и формулы, как он это понимает, ты считаешь, смотришь, изучаешь и понимаешь, что да, все именно так и есть. Только когда-то в 16-м году я просто читал и еще не видел ни одного транспортного средства на струнах, а сейчас я уже катался на этих транспортах и в Белоруссии на разных видах трасс, на разных видах транспорта и в Арабских Эмиратах несколько раз в нашем транспорте в тропическом исполнении. видел все другие трассы, которые сейчас подготавливаются, как, например, грузовая трасса для Юниконтов. И это будет прострел в грузоперевозках, потому что то, что предлагает наша компания, не может предложить никто, потому что нет таких технологий. Но хотелось бы еще раз заметить, это не самая дорогостоящая технология транспортная. Все традиционные транспортные инфраструктуры стоят дороже, чем то, что создаем мы. Это идея Юницкого, это задача Юницкого, которую он себе поставил. Сделать самый эффективный транспорт. То есть слово эффективный включает в себя много. И он хочет, чтобы люди владели этим транспортом. Так и происходит. Более 500 тысяч человек владеют этим транспортом, этой технологией. И каждый проданный адресный проект, каждый проданный морской пор, каждый проданный подвижной состав и каждый километр дороги, это все будет приносить прибыль тем людям, которые сейчас создают эту технологию, которые поддерживают ее, из-за которых вы сейчас видите, как успешно двигается развитие этого проекта. И так в каждой сфере у Юнистского есть свои изобретения. И пока еще есть у нас авиация, как делать правильно наши пути разгона и посадки самолетов, как строить порты на шельфе моря, чтобы у нас не было такой высокой цены и ожидания нашего товара. Потому что нет складов, нет складирования, нет траты денег, траты траты на содержание и зависание этого груза, или даже траты на создание порта, там, где вода и земля вместе. Это очень дорогостоящие действия. А здесь такой порт может быть построен где угодно, на шельфе моря или океана, недалеко от берега. И абсолютно любой корабль любого размера имеет возможность подойти к этому порту. Не нужно вырывать и углублять это место, потому что это можно сделать чуть-чуть подальше. Но эффективность возрастает в десятки раз. Ведь груз, который встал на Unicorn, любого рода груз, любые морские контейнеры 20-40-футовые, они этот груз сразу же с заданием своим, как искусственный интеллект получил транспорт, задание, и он отправляет его уже в нужную страну, на нужный завод или на нужную виды транспорта разберут, либо это доставка до магазина, в котором потом этот товар продадут. То есть множество решений для абсолютно разных задач. И этот транспорт это часть инфраструктуры. То есть это все равно мы можем ее строить отдельно, она нам будет помогать, но она же связывается и с будущими технологиями Анатолия Эдуардовича. Потому что дома такие же стабильные, самоуправляемые и экопоселения это следующие технологии, которые мы очень ждем. И они, все эти дома и все эти экопоселения будут связаны именно этим транспортом. Потому что он наилучше всего подходит как к существующему всему, так и к тому, что разрабатывает Анатолий Эдуардович. Линейные города это наше будущее. Это то, как эффективно на маленьком участке могут проживать тысячи, пять, десять тысяч человек. При этом, что одна из технологий Ницкого это электричество, здание доминанта в центре экопоселения, которое будет полностью обеспечивать экологическим способом все энергетические потребности населения данного города. И все поселение больше не будет зависеть от окружающего мира. У нее все будет внутри. И питание, электроэнергия, все для жизни. И это не просто идеи или сказки. Это легкие технологии. Потому что Анатолий Эдуардович разработал и то же самое только для жизни в космосе. Где нужно с нуля будет создать подобную инфраструктуру. Биосферу, в которой может проживать человек. который сможет работать в космосе и проживать там. Оставаясь здоровым и не тратя ни капельки своего здоровья. То есть на земле, где у нас есть вся эта красота, есть чистый воздух, есть земля и вода. Здесь это сделано будет, как он говорит, вообще просто. Поэтому стоит только поизучать, как это выглядит и для чего это нужно. Вы никогда не сможете об этом забыть. Ведь это здание будущего. Это города нашего будущего. А если смотреть, как быстро развивается транспортная технология, то мы уже одной ногой в этом будущем. так что эти города уже в скором времени станут настоящими. Но для того, чтобы двинуться дальше, сначала необходимо разобраться с самым простым проектом. Ведь он действительно простой. Как говорит Анатолий Эдуардович, это школа советская, физика, 5-7 класс. Все элементарно просто. Просто нужно было много разных технологий и решений взять и соединить в одно. Но начать с того, что не что у нас есть, а какой должен быть транспорт. И в итоге транспорт получился такой. Струны. Пучки струн предварительно натянуты, помещены в корпус рельса со специальным наполнителем, который поглощает шум, который дает антикоррозийный эффект, плюс фиксирует струны в определенном положении в этом корпусе. А сверху идет стальная головка рельса, по которому идет стальное колесо с максимальным коэффициентом полезного действия. И если вы посмотрите, даже проведены формулы, по которым вы сами, если вы разбираетесь, можете просчитать это. И так есть по каждой теме. Если вы зайдете на сайт Unitsky, Unitsky.inj.inj. то вы увидите там выкладки с 66-го года 20-го века, начиная и дальше. Практически каждый год этот человек давал миру что-то лучшее и новое, то, что действительно ему необходимо. И, конечно, подкреплял это аргументами. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, изучайте, изучайте, интересуйтесь. Ведь чем больше вы будете узнавать, тем больше вы будете понимать, насколько серьезно нацелен этот человек, насколько он гениален. именно поэтому более полумиллиона человек с разных стран мира, которые могут разговаривать на разных языках, с разным менталитетом, можно сказать, даже с разными жизненными ценностями, но настолько фундаментальной ценностью всех общей, что эти люди нашли время, потратили свое, самый важный ресурс, свой, невосполнимый время, чтобы изучить это, а теперь уже с удовольствием продолжают этот ресурс невосполнимый вливать сюда, так же, как и другие ресурсы, для того, чтобы только как можно быстрее построить первую технологию, доказать, что эти инновационные технологии работают, доказать, что Юницкий действительно гений, и все страны мира должны прислушаться и присмотреться к тому, какие решения он предлагает. Ведь, посмотрите, даже дорога, она выполнена в многих разных вариантах. Например, в Белоруссии у нас 7 видов трасс сейчас, в Арабских Эмиратах 4 вида трассы, и то есть под каждый уголок нашей планеты будут сделаны какие-то конструктивные особенности, которые еще лучше сделают передвижение в этой среде. Так, например, для маленьких городов можно использовать гибкий рельс, либо вообще колтюбинговую трубу, там, например, несколько сотен или там тысяча жителей. И трассы и опоры можно будет ставить в 2000 метрах друг от друга. Представляете, как много? Насколько мало будет ресурсов и времени занимать постройкой такой трассы, эксплуатацией ее, а польза будет потрясающая. Либо гибкий рельс, где уже побольше людей, но также множество транспортных средств и достаточно хороший пассажиропоток. Либо полужесткий рельс, там, где, например, есть уже сотни тысяч человек, и по такой дороге могут передвигаться действительно огромный пассажиропоток, причем в полной безопасности и автономности. Ну, либо мультимиллионники, берельсовая ферма. Берельсовая это значит, что она двойная, не только не монотранспорт, который к одному крепится трасса, а прямо к двум он шире гораздо, может быть тяжелее, плюс тут и подвесной транспорт, и навесной транспорт, то есть и сверху дороги, и снизу, плюс поскольку он такой крепкий и опора у него чуть ближе друг к другу, то есть чтобы эту вертикальную нагрузку, так скажем, совсем выровнять в ноль и сделать 10 крат прочности и эффективности нашу трассу, может быть использованы даже подсоставные поезда, например, там 200 человек это по 25 мест транспортное средство соединенные 8 штук, либо грузовые, когда идет один груз и прям из этой точки прям в другую, никуда он не расходится, тоже может быть составной, и наши трассы без проблем будут это выдерживать, то есть супергибкая технология, которая подойдет к любому уголку нашей планеты, и так же может строиться и в вечной жаре, где плюс 60, и в вечной морзлоте, где минус 60, и там и там, конечно, слегка в разном исполнении, этот транспорт будет суперэффективен, потому что сделан максимально просто и разумно, хотя, как, смотришь, как это выглядит на производстве, какие у нас стоят станки на производстве, по полмиллиона долларов, там, 3D принтеры, какие-то лазерные резки, гибкие, там, 7 коленей, этот робот может сделать больше, чем люди, и такого сложности и качества. Ты понимаешь, что это не проще, чем авиация, это не проще, чем космические разработки, это выглядит просто, но это транспорт, транспорт будущего, который необходим всем нам, и его логистика, так скажем, более маленькие транспортные средства, не сразу напихать несколько тысяч человек в транспорт, а это может быть 10, 20, 30 человек всего, но много транспортных средств, потому что теперь не человек должен им управлять, а у нас есть общая система, искусственный интеллект, и заложены все алгоритмы, как поступать в том или ином случае. Также у этого транспорта есть машинное зрение окружающее, которое обеспечивает полный обзор того, что происходит. Ну и, конечно, данный транспорт может передвигаться как от контактного рельса, то есть получать электроэнергию от самой трассы. Это более разумно на стационарных трассах, потому что сам транспорт будет меньше весить, а это значит меньше траты на разгон, на торможение, на поддержание скорости. Но в тех местах, где необходима подобная безопасность, будут стоять и аккумуляторы, чтобы можно было передвигаться таким способом. без контактного рельса. И эта интеллектуальная система, она полностью сбалансирована из всех новых технологий, которые сейчас есть. То есть мы с вами сможем ездить в транспорте, не тратя на это никакого времени. То есть человеческий фактор забирается. На 300 километров, на сотни транспортных средств нужен всего один человек, который это мониторит, который смотрит, изучает, и только в каких-то суперэкстренных ситуациях, которые прям из ряда вон выходящие, он принимает какое-то решение по этому исправлению. А так, ну, важно будет сказать, еще один человек все равно нужен, потому что это безопасность, если, не дай бог, с первым что-то случится. То есть два человека всего необходимо на 300 километров. и это может быть сотни транспортных средств, и они все будут двигаться автономно, все будут двигаться с учетом безопасности, с учетом того, что происходит вокруг, потому что машинное зрение будет замечать все, что есть вокруг, где какие препятствия, могут ли появиться какие-то препятствия. И это, конечно, вроде как фантастика, вроде как пятый элемент фильм вспоминаешь. А сейчас, когда я проехался уже в тропическом транспорте, это уже несколько лет прошло с первого моего проката, я понимаю, что семимильными шагами эти технологии будут улучшаться и улучшаться. И уже даже внутри в маленьком средстве транспортном более 250 датчиков, которые следят за комфортом и безопасностью пассажиров. Представляете, у нас будет транспорт, кнопку нажали, мы знаем, где он нас подберет, то есть куда нам прийти, чтобы на нем поехать. И нажали станцию, куда нам нужно. И все. Мы свободны, мы точно доедем. Мы можем спать, можем заниматься, можем общаться, можем учиться, можем смотреть в окно и с высоты птичьего полета практически наслаждаться нашим городом, либо потрясающими природными пейзажами. Все время наше. То есть еще еще задача. Еще задача, такая важная и трудоемкая в жизни человечества управление транспортом, доставка пассажиров и доставка грузов. Притом самый опасный транспорт, который забирает полтора миллиона жизней в год на этом первом уровне и еще более десяти делает инвалидами. Представляете, в наших силах это изменить. И в наших силах скоро получится так, что не будет этого вреда. Просто не будет. Мы его исключим. Мы освободим первый уровень. Видите, как прекрасно здесь это выглядит? Наш город, наш город и мы же здесь спокойно, безопасно передвигаемся по нашим дорогам. А транспорт делает полезную работу над нами. Абсолютно безопасно. С десятикратным безопасным прочности. Такой транспорт безопаснее автотранспорта в две тысячи раз. И это не просто предположение, это расчет, которым поделился с нами Анатолий Эдуардович. Так что перед вами будущее. Самое безопасное, самое чистое, самое приятное. Мы сможем освоить весь мир. Мы не будем работать на наш транспорт. Наш транспорт будет работать на нас. Но это все подходит к любому человеку на планете. А те, кто поддержали данный проект, плюс к этому, это будет огромное подспорье, огромный, так скажем, рог изобилия для каждого человека, который поддержал данную технологию. Ведь это народная технология, народный проект. Люди для себя же создают данные транспортные системы. и, конечно, я вижу прекрасную жизнь с такой вот частью передвижения. Потому что в наших городах можно будет снять этот асфальт в большей степени, оставить буквально небольшие пути. А остальное все заселить жизнью, природой, фонтаны, луга, плодовые кустарники, плодовые деревья. Я когда-то прогуливаясь по Испании, смотрел на эти мандариновые деревья, думаю, блин, как классно, в городе прям мандарины растут. И представьте, в городе, где везде растут мандарины, не надо будет продавать мандарины, потому что любой человек может взять мандарин, сорвать с дерева, покушать, аккуратненько шкурку выкинуть в специальный мусорник для биоотхода. И все, получается, а сейчас все меньше двигателей внутреннего сгорания находится в городах. Больше электродвигателей. В некоторые города нельзя уже заехать на своем транспорте, если у вас двигатель внутреннего сгорания, либо если у вас там какая-то суперсистема очистки не стоит. То есть в будущем в наших городах, возможно, не будет двигателей внутреннего сгорания, не будет такого количества пыли и загрязнения, и мы действительно сможем жить в городах, в которых растут плоды прямо на улице. Вот это ли не рай, когда питание будет везде и повсюду, причем экологически чистое. И мы также с нашим телом будем экологически чисты, потому что мыслим в будущем, чувствуем себя прекрасно. Добрый день, Ирина, рад отдельно поприветствовать вас и Германию. Безопасность нашего транспорта уникальна, и именно с этой технологией и с будущими технологиями Анатолия Эдуардовича мы сможем выйти в то, что люди называют раем. Только, наверное, не так, как мы представляли его с Адамом и Евой в такой художественной картинке, а новый рай, в котором наши технологии, наша техногенная сфера, наше детище очень благостно влияя, работает на нас. Стоит только поизучать Анатолия Эдуардовича, вы поймете, что это было возможно еще 40 лет назад. Просто тогда никто не хотел слышать, особенно те, кто были у того бизнеса, который приносил такую большую прибыль и выгоду. А сейчас, с учетом изменений, чем больше людей понимают, как наша техногенная сфера влияет и расшатывает нашу экологику, экологию, частью которой мы являемся. Если мы продолжим развиваться в том же, то есть, если зажжем еще миллион костров таких же индустриальных, построим заводы, которые будут дымить, не щадя наш воздух, еще миллион или миллиард машин, которые будут дымить в наших городах и, так скажем, создавать большую опасность, мы увидим, что наша планета, она останется жива, она нас просто сотрет, как вирус, который мешает ей жить, который дисбалансирует ее. Но, если мы поможем Анатолию Эдуардовичу продвигать его технологии, реализовывать их, то даже уже сейчас, на данном этапе, вы можете увидеть, насколько благотворное влияние его технологии повлияет на вирус, наше будущее. По крайней мере, это мое будущее, к которому я стремлюсь и влияю на все свое окружение таким же способом. И я понимаю, что таких же, как я, людей сотни тысяч на нашей планете. И мы все двигаем нашу цивилизацию в определенном векторе. И Анатолий Эдуардович очень здорово увидел, взялся и описал этот вектор. Поэтому прошу, развивайтесь, интересуюсь. Ведь уже сейчас вы можете увидеть, что то, что говорит Анатолий Эдуардович, правда, даже, можно сказать, истина. И даже первый его самоземной и понятный проект так изменит мир. Каждый город, жизнь каждого человека на нашей планете до неузнаваемости радует, радует, что сейчас именно в это время мы живем. Радует, что есть единомышленники, тысячи, миллионы людей, которые уже готовы взять ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающего мира. Ведь подумайте, если каждый из нас хотя бы один раз в день будет отделать хотя бы одно доброе дело и помогать кому-то решить его проблему, а проблема с французского это задача, которая имеет решение, то наш мир станет идеален уже буквально в течение года. Потому что что могут сделать 8 миллиардов человек ежедневным трудом за год? пусть эта картинка останется в вашей голове, пусть вера в то, что вы можете менять мир действительно греет вас, потому что это абсолютная правда. И мы с вами это начало, начало будущего, начало прекрасного, светлого будущего, когда наши города будут процветать, благоухать, там будет комфортно, там будет свежо, там будет чистый воздух. И я надеюсь, там будет и много плодов. Я бы очень хотел кушать прямо вот на улице, не ходить в магазин, а просто жить в городе, где много еды вокруг, чистый, вкусный и настоящий, экологичный. Но я это для себя уже решил. Осталось решить и вам, какой мир вы хотите в будущем. Насколько лояльная атмосферу на планете для ваших детей и внуков вы желаете оставить. Потому что наши дети получат тот мир, который останется после нас. Либо который мы оставим с трудом, с любовью, с заботой. То, что я вижу сейчас, меня полностью радует. Меня будет радовать такой мир, такие города, в которых живут мои дети и дети других всех существ на нашей планете. Меня радует, что эти технологии не мешают не только человеку, но и не мешают остальным 12 миллионам видов живых организмов. Все будет в содружестве. Разумное использование ресурсов планеты, разумное использование нашего времени. Поэтому, дамы и господа, не теряйте время, изучите SkyWorld Community, изучите сайт Skyway.capital, изучите Экомир Анатолия Юницкого. Вы можете сделать это за один день, но это поменяет всю оставшуюся вашу жизнь. Потому что именно эта компания сейчас, в 21 веке, в такое непростое время, дает возможность абсолютно на любому человеку, абсолютно с любой страны, любого континента, с любым менталитетом, разговаривающая на любом языке, заниматься действительно созидательной деятельностью, создавать, создавать процветание, создавать новые технологии, преподавать, изучить информацию в одном месте и передавать ее другим людям, которые еще не дошли до нее. Это наша задача плодить благо. И компания Sky World Community прекрасно помогает это сделать. Тем более, что каждый человек на этой созидательной деятельности может получать вознаграждение без ограничений. Это возможность для каждого. Это транспорт для каждого. Народная технология, которую мы делаем вместе, которую мы уже почти сделали вместе. 15-й этап будет очень скоро. 14-й этап уже вскоре закончится. Финишные действия сейчас производятся. Главная задача 15-го этапа будет грузовой транспорт и скоростной транспорт. То есть сделать так, чтобы мы действительно были самые быстрые и самые эффективные по сравнению с уже сотнями или десятками лет существующими транспортными отраслями. И дамы и господа, какое бы решение вы не приняли, изучив эту информацию, хотя бы один раз, хотя бы одному человеку поделитесь и расскажите, что есть такие технологии, что есть такой ученый, что есть такая компания. И пускай у каждого будет собственное ощущение закономерное в его душе, что он получил информацию и как он ей распорядился. Я считаю, что каждый человек один раз в жизни хотя бы должен услышать о том, что существуют краудинвестинги и что люди самостоятельно объединяются, делают международный проект, делают для себя, делают лучшее, делают эгологичное и зарабатывают на этом в течение всей жизни с передачи по наследству. Это новые способы развития в нашем мире. И об этом должен знать каждый. Ведь именно таким способом мы свяжемся не только искусственно через интернет, но мы будем связаны уже и физически. И сможем за считанные часы менять континенты и часовые пояса, встречаться вместе и творить благо дальше семимильными шагами, как космическая цивилизация. Но это будет уже после реализации последнего и самого важного проекта Анатолия Эдуардовича. О чем вы узнаете на его сайте. А пока с вами был Артем Курбанов из города Даговпас из Латвии. Надеюсь, я сегодня своим временем сделал вашу жизнь немножко лучше, немножко светлее и немножко полезнее. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь либо в чат, туда же я сейчас помещу корпоративную почту, на которой вы можете написать и узнать интересующие вас вопросы, либо то, как в начале основные побуждающие факторы, как улучшить свою жизнь, как именно вы можете использовать информацию, которую сегодня услышали и получили, для улучшения своей жизни. Буду рад пообщаться с вами. Благодарю вас за внимание. Елена, Егор, Надежда, Виктор, Виктория, Тамара, Ирина. Спасибо большое, что вы уделили свое время и свое внимание. Ведь все, куда направлено наше внимание, все растет и развивается. А у нас здесь это прям действительно чувствуется. Будьте здоровы. Улыбы к вам. Как от других людей, так и своих собственных. До новых встреч. Пока-пока.